Ну, друзья, вот моя медогоночка, которой я пользуюсь уже третий год, медогонка Грановского, это медогонка 6 на 6 рамок или додан, или 12 рамок магазинных. Первый медог, видите, там он все-таки отдает желтизной, ярко выраженный, присутствие подсолнечникового меда, это говорит о присутствии именно подсолнечникового меда, оборудование, которых я кручу, это 150, рамки полные, единственное, что мед очень жидкий. Ну, по всей видимости, из-за того, что на улице жара, и сейчас у меня осталось 15 секунд, автоматика остановится, и пойдет реверсная работа двигателя в обратную сторону. Вот, рамки все запечатанные, вот так, если посмотреть отсюда, вот смотрите, и там дальше, и тут, все, все печатные, не брал, если на акации как-то мы берем еще немножко, там где-то на две трети, или еще как-то здесь полностью они, ну, тепло, я так думаю, из-за этого именно. А может быть из-за того, что есть присутствие меда от фацелии. Вот, ну, поработаем сегодня, от двух семей я отобрал, качаю мед. Струйки первые люблю, когда они вот это начинает там течь, поэтому, когда мед погуще, вот эти вот струи, они так, ну, как бы сосульками стекают, когда густой мед. Даже акация в этом году была намного гуще, чем сейчас, сейчас мед. Вот, у меня открыта постоянная горловина, стоит сетка, куботейнер, вот, ну, и, качаю, вот это у меня еще осталось, а здесь акация, куботейнер один, там чуть-чуть его осталось, и здесь я забру сливал, так что немножко еще акация осталось, а вот. Вот, ну, это уже ближе, больше для друзей, для товарищей, не так много было в этом году акации, а липы, как я уже говорил, не было совсем. Ну, вот, я откачал рамочку, я по ней вижу, что она легкая, вот, даже так посмотреть просвечивается, мед полностью отошел. Я работаю вилочкой, поэтому пальчиками кручу, вообще рамка легкая, пчелкам на сушке мало чего достанется. Добрый день, дорогие друзья! С утра на пасеке, ну, сегодня дал возможность себе немножко отдохнуть, вот. Продолжаю отбирать мед, вот, но сегодня возможность будет поработать немножко подольше, осмотреть свои семейки. Вот эту я не смотрел после замены матки. Ну, вот, судя по пчелке, я вижу, что матка тут вроде бы так хорошая. Вот, ну, работы такие стандартные, вот, остались здесь пустые магазины, буду переносить. Там у меня сушатся магазины, вот, здесь вот я две семьи вот эти отобрал. Вот, прекрасная работа этих двух семей, 48-й, 52-й, Улия, вчера, значит, привез и откачал с двух семей три полных куботейнера под завязку. Это, ну, как минимум 100-105 килограмм меда, вот. С учетом, что у меня там было 75 еще до этого, то с четырех семей пока откачал, вот, с четырех семей пока откачал 175 килограммов. Всего у меня их 13, не все они такие сильные. Вот здесь видим три магазина, но это не означает, что они все три полные. Здесь молодая матка была, и здесь матка была заменена, вот. Ну, там вот у меня Улия остался, они отобраны, вот там вот у меня наверху стоят еще, ну, где-то, я так прикидываю, килограмм на 300 еще у меня метку будет. Уже 175 откачал, плюс акация была, сейчас не помню, сколько надо посмотреть потом по записям, но не суть важна. О чем я хотел обратиться к вам, ну, вот, впервые, наверное, да, за советом. Вот здесь, в 52-м Улия, у меня находится матка, ну, наверное, она уже третий год работает. И в чем проблема? Менять ли эту матку или не менять эту матку в зиму? Значит, по развитию этой семьи, весной она, у ней старт был затяжной. Вот, какая здесь порода сидит, третий год, я не помню. Матка была еще не мечена в свое время, и она подлежала замене. На акации они очень плохо стрянули, неполный магазин дали, и с 11 рамок, наверное, рамок 8-7 рамок было всего меда. Семья была, как бы, такая слабая, это 12-рамочный Улий. Но после акации я обратил внимание, что она сильно стартанула. И я, как бы, ее оставил на липу, но липы не было, и уже маток я в тот момент не менял. Вот, но семья развивалась, вы знаете. И вот они мне, вчера я забирал мед отсюда, я из трех магазинов, это 12, там по 11 рамок стояло, забрал 33 рамки запечатанного полностью, запечатанного меда. Ну, в начале ролика я покажу откачку меда, там как-то откачивал я мед, и очень вопрос такой у меня тоже будет, почему очень жидкий мед? Мое подозрение, все-таки я откачиваю мед только четвертый год, вот, у кого-то все-таки опыт побольше, и подскажите, да, сильная жара стояла, и мед очень жидкий, все рамки запечатаны. Вот, просто-напросто не понимаю, в чем дело, но отдача от рамок идет изумительная, рамки сухие, вот, ну, там я покажу, посмотрите, вот, вернее, уже посмотрели, наверное. Так вот, у меня вопрос к вам, что мне с этой делать матки? Она развилась и принесла мне на основном взятке, ну, 33 магазина, да, там, грубо говоря, на 1,3 умножаем, 33 рамки, это 30, там, ну, порядка 40 килограмм, плюс на акация, там, килограмм, наверное, 10-12 было. Вот, менять матку здесь, или не менять, или оставлять ее в зиму. Поэтому, как бы, вкратце я рассказал историю, очень позднее развитие у ней было, она долго висела, понять не мог, в чем дело, я говорю, она уже была, честно говоря, под, определена под замену, ну, потом, вот, как-то развилась, вот, возможно, это одна из маток карники, у меня была первая, одна из маток, у меня была покупная краснодарская карника, я делал от нее тоже отводки, экспериментировал, ну, вот, поэтому, возможно, это одна из маток F2 от карники, с таким вот, с такими характеристиками в развитии. Поэтому, жду от вас, друзья, ой, на лету постоял, и прям в ухо получил. Вот, жду от вас совета, и поступлю с этой семьей так, как посоветуете именно вы. Вот, ну, а на этом, что я продолжаю, надо убирать у меня уже микронуклеусы, расскажу в ближайшем видео свое отношение к микронуклеусам. Вот, здесь у меня повыбирали уже, ну, не очень хорошо повыбирали, но повыбирали, все-таки жарко плавится, надо переворачивать за брус, а внутри оказалась обчелка. Делают они себе там такие ходы, вот, и оказываются где-то прям-прям-прям внутри. Ну, ничего, перерыхлят, все, здесь я магазины сушу. У меня спрашивали, Сергей, не боишься ли ты нападов, но сейчас идет какой-никакой еще взяток, доцветает подсолнух, затем есть у нас, пошел у нас осод, очень хорошо идет колючка, колючка там, здесь-то ее мало в поле, вот, а она над поселком, там просто заросли, дебри, колючки, вот, поэтому она, колючка, только, смотрите, она только-только-только начинает свисти, и поэтому пока не закармливаю, пока даю возможность развиться отводкам. Ну, и мне надо сегодня осмотреть все семьи до конца, потому что времени осмотреть не было. Вот, да, по маточке, по маточке той, да, вот, посмотрите, как скучно пчелка сидит на рамочке, рамочка сухая, вот, поэтому начали усиленно кормить. Это расплод, расплод вот этой моей маточки, она раздобрела, раздобрела, и теперь моя задача, конечно же, проследить, чтобы не было смены матки, и с сегодняшнего дня буду подсиливать расплодом, открытым, на выходе, мне нужно разогнать этих маток, принесем их с этими матками до сильных в зиму. На пасеке достаточно расплода, поэтому, думаю, получится. Друзья, на этом я обзор сегодняшний закончу. Основной посыл этого видео в том, что, ну, реально, вот у меня с одной стороны раздваиваться, да, ну, по идее, надо матку менять, вот, а с другой стороны, она дала такой результат, и сейчас ее начнешь менять, а получится ли ее менять, если они, допустим, разгрызут маточник и потянут свои маточники, и матку потеряешь, и отводок потеряешь, но с другой стороны, весной они могут, матка может вообще закиснуть, а может быть зимой погибнуть, понимаете? Вот такие мысли в башке раздваиваются. Думаю, что, прочитав ваши комментарии, я сделаю какой-то вывод для себя. Ну, а если у меня не получится, я скажу, что виноваты были вы. Ну, конечно же, шутка это. Давайте общаться, давайте дружить. Вот, с вами был Сергей Лукинцов, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok